Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 декабря и сегодня я начинаю понемножку со скрипом. Дошла до тем выбора томатов, то есть какие томаты я буду на будущий год выращивать, какие не буду. И вот несмотря на то, что вот такое громкое название я назвала, эти томаты я не буду выращивать никогда. Я сейчас расскажу вам о двух сортах, которые действительно я не на будущий год не планирую выращивать. Ни через год, ни через два. Но хоть я и объединила эти два сорта, вот в одно видео, ни один не буду выращивать, ни другой. Вы сейчас поймете, что они совершенно разные. То есть первый томат, о котором я буду рассказывать, я не буду выращивать никогда, потому что он мне не понравился. Потому что этот первый томат, с которым я потерпела полная фиаско, неудачу. Я даже ни одного плода не увидела этого сорта. Вот так вот, такой мне топан попался. А второй томат, его можно выращивать, но я его не буду выращивать, потому что много таких же однотипных сортов. И множить вот этот ряд одинаковых томатов нет смысла. Начну по порядку. Первый сорт, который я называю худшим, который я никогда не буду выращивать. И сейчас оговорюсь. Все знают, что я обычно говорю, что с первого года, вот если первый год у вас не удалось, никогда не обвиняйте томат, что он нехороший. Попробуйте еще раз, попробуйте еще раз. И я говорю, что я только после трех лет выращивания томата одного сорта могу точно сказать, нравится он мне или не нравится. Но этот сорт стал исключением, что я даже изменила свое мнение, изменила своему принципу. И уже сразу после первого года я говорю, что не буду я его выращивать. Не хочу, не нужен он мне. Этот томат, как он относится к таким дорогим, к редким сортам, вы можете увидеть в интернете описание его. Это томат колонновидный. Еще он называется томат палка. И если мы прочитаем описание, то даже судя по цене, 5 штук семечек стоит 75 рублей. Мы можем понять, что это такой прекрасный, такой редкий томат, который нужно купить, нужно выращивать. Но не торопитесь покупать. Сначала почитайте, вот будут отзывы про этот томат. Я попрошу других огородников написать отзывы под этим видео. Прочитайте отзывы. Перед тем, как платить такие дорогие деньги, подумайте, нужен он вам или нет. Вот моя история с томатом колонновидным, с этим палкой. Но не сложилось. Смотрите, в описании написано, что он должен быть 60-80 сантиметров в высоту. У него вот это вот листья не похожи, не томатного типа. Они какие-то цельные, такие как гофрированные. И я вообще сначала думала, что это просто какой-то уродец попался. Я весной даже снимала видео про него, когда я его высадила. И он был не похож на другие действительно. Ни по форме листа, ни по строению кустика распознать было невозможно, что это томат. Но когда я посмотрела описание в интернете, я поняла, что это и есть колонновидный томат. Томат палка. Дальше закончилось все тем, что я его высадила наравне с другими. Он рос-рос, когда другие стали быстро разрастаться и в шире, в высоту. Он как сидел, ну сантиметров 15. Он долго-долго-долго сидел в одной паре. И потом, когда томаты начали... Ну у них же тоже конкуренция за место под солнцем. Они его начали немножко притенять, его начали немножко забивать. Он так и угас понемногу. Хочу сказать, что и в рассаде он у меня долго стоял, и высаженный в таких же условиях, в равных с другими томатами он долго рос. Не появилось ни одного цветка, не завязалось ни одного томатика. И я так не увидела, что это за чудо-томат колонновидный. Я вообще представляла, да, что будет палка, будет вся улеплена вот этими плодами. Но плоды в описании, вес указан небольшой, 20-30 граммов. Я не увидела ни одного плода. И я подумала, что если вот такая вот сложность в выращивании, какой-то он не такой. У него и листья не такие, у него и кустик не такой, и томаты не такие, потому что их вообще нет. Я подумала, что мне не стоит тогда браться второй раз за выращивание этого сорта, потому что я люблю урожайные, я люблю легко воспроизводящиеся, то есть если ты его посадил, он без проблем должен вырасти, он должен и зацвести легко, и дать плоды. А если все сопряжено с такими трудностями, ну ждешь-пождешь, ждешь-пождешь, его нет и нет, значит мне его не надо. И вот это первый томат и первый мой опыт вообще во всей моей жизни, чтобы посеяв семечко и начав выращивать томаты, я не получила ни одного плода. Но это или на старуху бывает проруха, или сорт действительно такой. И я вот хочу попросить совет у зрителей, чтобы помочь следующим, кто после меня захочет еще раз попробовать колодновидный, кто увидит в магазине или в интернете вот эти дорогие семена по 5 штук, 75 рублей 5 штук, кто-то может быть прельстится на картинке, он очень красиво изображен, но картинка фантазийная, это просто вот такой кустик весь увешан, действительно как палка, увешанная томатами. Но люди говорят, что ни у кого такого результата не получается, пожалуйста, напишите свои отзывы. Вот это самый худший томат 2020 года, его я точно никогда больше не буду выращивать, даже если кто-то скажет, а вот у меня получился, это будет, наверное, один из тысячи людей. Не люблю хаять томаты и говорить, что они плохие, отнесу это на свой, эту неудачу, ну не знаю на что, но может быть на то, что мне не повезло, вот так получилось. Хотя с остальными томатами в этом году вообще повезло. Вот, это палка. Второй сорт, который я тоже не буду высаживать, никогда больше выращивать, это банановые ноги. Я не спорю, это сорт урожайный, он и декоративный, он красиво смотрится, вот эти вот сосулечки висят, но я в прошлом году снимала про него видео и говорила, что нас, конечно, подводит вот эта агрессивная реклама массовая, когда реклама о банановых ногах была вот в каждом уголке интернета, и все люди начали интересоваться этим сортом, и вот такой маркетинговый ход, быстро подняли на него цену, 120 или 200 даже рублей пачка стоила, люди начали хватать, думали, раз дорого, значит это очень хорошо, значит хороший такой сорт. И большинство из них тоже разочаровались. Я была в числе тех самых людей, которые хотели проверить, что же это за сорт, почему его там на каждом шагу нахваливают, рекламируют. Ну, нахваливали, определенное количество лиц нахваливали, не те, кто выращивает, а те, кто продает. И я всегда с подозрением отношусь к той рекламе, когда рекламирует, сам же продавец семян. Когда он и продает, он и говорит, что они такие хорошие. Но все-таки мне прислали семена эти на пробу, я вырастила, я показывала, даже говорила, что он и хранится хорошо, но я сразу сказала, что он меня не поразил. Ни каким-то вкусом, ни каким-то вот, что я ваннами прям собирала эти томаты. Сорт самый обычный. Вот в этом году я выращивала банан оранжевый, но он, правда, эндотерминатный, а банановые ноги, они пониже немножко в теплице получаются. У него не меньше плодов, но по вкусу он вкуснее. Он и сладкий, он и мясистый, все. А банановые ноги суховатые. Но я также отметила про этот сорт, что зато они хорошо хранятся. Они для длительного хранения идеально подходят, и они подойдут также для запекания, для вяления. Для каждого томата есть свое предназначение. Просто я хочу сказать, почему я больше не буду его выращивать. Ну, во-первых, вот той, тому потоку, огромному потоку лавини, той рекламы, которая прошла предыдущие 2-3 года про банановые ноги, конечно, он не соответствует. Рекламы было намного больше, а томат, ну, показал себя качество немного пониже, чем рекламировался. Но я не могу сказать, что это совсем плохой томат. Просто мне тоже таких сортов очень много. У меня вот банан оранжевый, перцевидный желтый, перцевидный оранжевый. Они все примерно вот похожи на внешний вид, одинаковые урожайности, так же, как банановые ноги. Просто их никто нигде не рекламирует, и многие о них даже не слышали. Но на вкус они намного вкуснее, чем банановые ноги. Каждый любит ведь свой вид томатов. Вот если кушать, например, для салатов, банановые ноги, они не очень подходят, потому что у меня получился немного суховатый, не сочный, без ярко выраженной такой сладости. Но опять же, кто-то пишет, у кого-то очень вкусные получились банановые ноги. Но я точно его больше не буду выращивать, потому что есть сортов очень-очень много и вкусных, и красивых. И я стараюсь не покупать те сорта, которые сильно явно продвигают с помощью рекламы. У них завышенная цена, их сильно расхваливают. Но обычно получается, что на деле, когда вырастешь, у людей многих приходит разочарование, потому что это такой же томат, как и остальные в нашем огороде. Ну просто красиво преподнесенные на таком наблюце, но с позолоченной каёмкой. И на самом деле это простой томатик. Всё, вот про два томата я вам рассказала. Завтра или послезавтра постараюсь снять видео на тему, что я теперь буду избавляться от томатов-двойников. Прошлой зимой я рассказывала, что есть томаты, которые невозможно вообще невооружённым глазом различить. Например, вот как есть Южный Загар и Кенигсберг золотой. Потом некоторые вот путают, если не глядеть листья, там Медовый Салют, например, Загадка природы с другими бикалорами. И я тоже хочу в этом году почистить свой вот этот список томатов, которые я выращиваю. И два одинаковых томата я теперь не буду высаживать, потому что я уже проверила на себе. И вкус одинаковый, и урожайность одинаковая, и вес, и цвет плодов, внешний вид. Ну всё одинаковое. Так есть ли смысл выращивать два сорта с разными названиями, но по факту одинаковые они. Я расскажу вам про эти сорта, о буква Л. Кстати, меня тут учат, как бы сказать, учат просить ставить лайки. Букву Л. Я говорю, мне пока эту татуировку не сделаю на руке, я забуду про лайки. Так что вот это буковка Л. Всё, до свидания, спасибо. Ставьте лайки. До следующей встречи. Будем теперь потихоньку, маленькими шажочками идти к выбору томатов. Какие всё-таки томаты у нас останутся на будущий 2021 год. Всё.